как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхнекамская торгово промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии город березники улица юбилейная 17 и в эфире вин вин зум номер 386 тема сегодня бизнес тиндер и бизнес кайф или как создать самое массовое деловое сообщество в перми спикер анастасия арапова к точка ком бизнес подчеркивание к ив анастасия добрый день добрый день если одна из ваших участниц вашего недавнего мероприятия продайся за 30 секунд пишет реально за 30 секунд привлечь внимание аудитории сложно словами тут нужен креатив и некоторые запомнились тем что шутили некоторые раздевались а некоторые пели в общем все как тиндере как мы знаем да но по другому как по другому и в чем похоже на тиндер собрались очень активные люди нашего города и конечно мне безумно приятно что многие поддержали мой новый проект 70 человек сейчас да сейчас очень большое время нагружено информацией поэтому я стараюсь структурировать очень свою деятельность и помочь предпринимателям быстро и эффективно продать себя и чтобы его личный бренд запомнили это сделать сложно действительно но когда человек у человека есть всего 30 секунд он делает действительно все возможно чтобы эффектно выступить и включает какую-то креативную жилку а когда ему говорят там у тебя минута две-три то нет такого фокуса на каких-то я потому что цепляет людей не только бизнес а именно внутреннее состояние человека его таланты его хобби влечения его внешний вид может быть какой-то неординарный подход и таким образом каждый может почувствовать себя такой звездочкой вы зоны комфорта и сделать действительно что-то незабываемое хотя у него всего 30 секунд но вот я тиндером не пользовался но знаю там нужно влево или вправо до пальцем делать то есть понравилось не понравилось и людям нравится или внешность или только внешность или какие-то слова которые написаны там еще в этом тиндере вы если вы пользовались расскажите мне тем кто не не слыхал про эту службу знакомств я пока не пользовалась да мы все равно информирована что-то такое то есть человек как-то кратко пишет о себе и люди читают этот текст в реальной жизни да также человек кратко рассказать о себе какие-то особенности у тп да уникальное торговое предложение которое отличает вот других плюс энергия в киндере да невозможно считать энергию а здесь такой посыл мощный был от участников кто-то пел хотя не певица да кто-то говорил очень мощно как раз на тему тиндера и кстати мужчина с юмором запомнился больше всех ему аплодировали все и просили еще еще хотим но в тиндере там ведь визуальность играет большую роль да то есть люди сколько за 7 секунд мы знаем из психологии принимают решение нравится лимчак будет общаться с ним или нет а вот здесь все-таки вас 30 секунд можно три раза подумать четыре вот и разными областями зацепить зацепить да разные органы чувств нейромаркетинг знаете сейчас давно у нас продвигается пермском крае вот все органы чувств бизнес тиндер это хорошая метафора да то есть здесь можно вообще о многом поговорить сам формату мы знаем похожий формат например элевейтор спич да когда пока идешь в лифте нужно успеть объяснить только что новому знакомому чем ты занимаешься чем ты можешь ему быть полезен да вот когда вы этот формат придумывали вы на кого равнялись на чей опыт на самом деле я нетворкинги провожу около пяти лет уже сама и понимала что если будет такое количество участников неэффективно будет каждому рассказывать по минуте о себе да люди устанут второе не будет эффективности особой и третье человек так себя ярко не сможет выразить когда у него есть только лишь всего 30 секунд поэтому все начали подходить креативно и соответственно за 35 минут выступили 70 участников это просто была катаферия огненная у вас там прямо секундомер стоял да получается что да то есть ведущий микрофон говорил про 30 секунд участник выходил на сцену рассказывал о себе и диджей включал громко музыку по стечению 30 секунд как на церемонии оскара знаете там у них там три минуты и потом даже начинает оркеста бирать все громче и громче типа уходил надоел ну а как вот по вашему опыту нетворкера да организатора вот этих всех скажем мероприятий какие самые эффективные стратегии выделиться вот кто вам лично запомнился всех сотен участников ваших разных мероприятий какие можно сформулируем обычным это в конце делом но здесь интересно именно в начале про бизнес тиндера до 1 2 3 за минуту полторы может быть до самой эффективной стратегии как сделать так чтобы тебя бизнес тиндере там налево или направо смахнули если выбирают все вам нравится человек не знаю ну в общем запомнили да это конечно юмор 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 это первое что необходимо сделать у нас было два участника мужчина очень интересно рассказывала девушка у них выступление были шутки и выпал то есть их двоих естественно запомнили все а юмора запомнили запомнили ли их дело чем они занимаются и что предлагают потому что юмор как раз был связан с их делом мужчина говорила что он ремонтирует автомобили и это все было знаете как с подачи что это очень сексуально внутренние проникновение в ваш автомобиль я конечно сейчас его не процитирую точно мы поняли да второе вторая девушка она сказала так я собственница и за прошлый год я скинула 120 килограмм включая бывшего мужа тоже ее запомнили то есть не просто да какую-то шутку сказать а именно связано со своим бизнесом это парадоксально как бы парадоксальный юмор или в нлп это называется до разрыв шаблона что-то нужно сформулировать так второе это безусловно внешний вид и стиль люди которые одеты интересно ярко яркие цвета одежды имеет какую-то атрибутику например там перья шляж аксессуары а связано с их деятельностью не обязательно запоминающие не обязательно я считаю что не обязательно и третье это конечно голос четкость произношение грамотность речи то есть когда человек говорит тонко понятно уверенно его внутреннее состояние тоже дает такой эффект внимания слушателей к нему поставленный голос кстати вы тоже ходите петь поэтому это все влияет конечно и соответственно если человек делает что-то неординарное на сцене ну например девушка нутрициолог начала петь и раздеваться конечно весь зал обратил внимание все выкинули телефоны даже кто там находился да в какой-то период времени вот например кто-то начинает активно двигаться например танцевать или петь это конечно тоже вызывает внимание у людей то есть человек не просто говорит текст а делает какое-то действие ну вот это такой эстрадный номер от репетированный дома да по секунду прямо и нужно успеть не один месседж да а может быть несколько месседжей как-то закодировать от того чем занимаешься в этот ваш вот нейролингвистические что ли выступление нейролингвистическое анастасия давайте мы вернемся назад и как же вообще вам удалось так быстро собрать такую огромную аудиторию у вас контакте 10 тысяч подписчиков больше помогла уже вот клуба бизнес вашего кайфа потому что у меня уже были больше десятка организаторов разных бизнес-обществ пермских ну кроме того что мой бизнес пермский край это государственная такая структура которая проводит образование принимать или самозанятых у них тоже большая аудитория а по-моему вот вы на втором месте после них как это все случилось расскажите откуда вы пришли ну во первых это многолетние наработки так скажем потому что раньше такая он просто был на другую тематику мой личный аккаунт я арт-фобров организовывала авторские съемки интересные с необычными образами и просто переделала потом его со временем бизнес-клуб но тем самым подписчики остались а сколько было до реорганизации подписчиков на тему фотографий я уже сейчас точно не вспомню но половина не знаю 5000 сейчас 10 нет так и было примерно просто кто-то отписался потому что трансформация произошла и начали люди новые подписываться соответственно стабильно все так случилось а ну а до этого вы видите учились в двух вузах и сельскохоз академии инженер кадастров и в университете государственном на юриста в классическом вот а тут как-то вы занимались фотографией а сейчас вообще в организатор бизнес-клуба на самом деле я очень очень разносторонний человек по двум профессиям я не работала ни одного дня работала до школьного возраста младшего школьного троих уже до трое два года четыре года и девять лет вот это ваш текущий проект видимо звездный ваш час в смысле нетворкинга да то есть самый такой коммерчески успешный и эмоционально для вас значимый да вообще у меня несколько направлений деятельности я коммерческий директор строительства не то есть строительством работаю со строительством уже много лет это не написано во вконтакте это тайна вот все нужно написать мне собраться о себе у вас гид по вкусной перми еще что-то был к проект видимо на какой-то у меня есть я в нельзя грамме блогер у меня более 16 тысяч подписчиков там я делаю обзоры кафе ресторанов доставок нашего города рассказываю куда можно сходить с детьми где отдохнуть про базы отдыха про досуг про выставки про музея для того чтобы показать людям что у нас классный город и много всего интересного на самом деле есть когда я начала опубликовать обзор о музее пермских древностей была такая удивительная для меня реакция что про него не все знают оказывается так как мой средний сын фанат динаров и все что с этим связано мы ходим туда очень часто но как минимум раз в месяц и кстати да удивительно да что люди не знают о том что там можно в контакте у вас есть кулинарное сообщество тоже отдельно нет в контакте его нет я просто периодически раз в неделю на странице публику вот недавно мы с детьми ходили на выставку роботов то есть я публику публикую пост для того чтобы люди знали что в нашем городе на самом деле очень много всего происходит зато у вас телеграме есть во первых ваши рабочие сообщества до закрытые вашего делова клуба бизнес кайф где люди приобретают абонементы и там участвуют сейчас успеем чуть про это поговорить тоже и еще есть отдельно как называется у вас афиша бизнес кайф да афиша бизнес кайф там эксперты люди посредом пишут о себе для того чтобы найти партнеров единомышленников возможно сотрудников и клиентов там у вас несколько сотен подписчиков тех кто уже участвовал в ваших мероприятиях то есть аудитории теплая в общем нет воркинг это ваше все мы забыли сказать минуть про ваш кукольный театр у вас еще был кукольный театр кем вы там служили для малышей сказком дом я создатель этого театра мой частный проект у меня работал там актриса фотограф я арендовала студию собирала деток с родителями мы такое милейшее шоу устраивали для того чтобы приобщить детей к театру это было очень все индивидуально для того чтобы максимально активно деткам было комфортно и много внимания потому что приходишь кукольный театр большой там слишком много детей я как-то сходила с дочкой и им дали поиграть к куколок а потом забрали дети начали плакать и я думаю как это избежать его да чтоб дети не расстраивались и в моем театре каждому ребенку мы дарили куколку пальчиковую ручной работы они уходили счастливые всегда никто не расстраивался а сейчас то он работает нет сейчас я этот проект остановила потому что не было возможности до уже заниматься я к сожалению сейчас вынуждена перейти в другую комнату и буду двигаться потому что у меня пришли дети с прогулки они просто не дадут мне заодно посмотрим на вашу квартиру ну вот мы должны уже заканчивать ну что вот в чем уникальность именно клубные карты ваши там у вас собственный чат активности есть люди получаются они продвигают свои проекты там классические какие-то такие услуги до в закрытых клубах или что-то еще есть интересное что других нет вообще у нас очень всего интересного потому что сейчас на соцсети да больше настроено все поэтому у нас мероприятие проходит оффлайн это встречи с эксперт по продажам по продвижению по увеличению личного бренда полезности какие-то по финансовой грамме также мы проводим лайк тайме лайк тайме лайк таймы раме и вконтакте для того чтобы увеличить друга и знакомиться друг с другом того чтобы потом рекомендовать своим друзьям и знакомым как у каждого есть своя аудитория мы даже ездим в баню нас три месяца снимаем какой-то большой банный комплекс бассейном и отдыхаем неформальной обстановке также работаем по рекламе с пермскими блогерами у нас есть онлайн кросс маркетинг когда человек нас в своем аккаунте рассказывает о другом участнике и очень-очень много всего интереса то есть там такой большой список и платных у вас клиентов вы сказали 50 это хорошая цифра для всех закрытых клубов и мы снимаем топовые ролики клипы которые заходят вот стандартный подход и совсем у нас мало времени осталось завтра у вас будет очередной ваш мастер-класс называется как стать человеком брендом но мне кажется мы показали что такой чек бренд это вы резонансный человек у него три ребенка еще 23 проекта параллельно идет вот это вы как стать таким чеком брендом деле все зависит конечно от самого человека хочет ли он этого искренне и нужно быть активным в первую очередь заниматься собой ходить на нетворкинге участвовать в телевизионных программах использовать глянцевые журналы различные мероприятия посещать быть ярким неординарным и и главное конечно помогать людям потому что я волонтер многих благотворительных фондов ну вот первый шаг самый легкий это участвовать в нетворкингах например завтра у вас будет ваш мастер-класс 3 мая в 13 да привет с нами сегодня была человек бренд анастасия арапова наша тема бизнес тиндер и бизнес кайф или как создать самое массовое деловое сообщество в перемене к . ком бизнес подчеркивание кайф анастасия спасибо удачи вам завтра на мастер-классе хорошего дня как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово-промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса город березники улица юбилейная 17 а